Успех Высококвалифицированных рабочих не хватает практически во всех отраслях экономики. И когда возникает вопрос о том, кого готовить, то однозначно все специальности, которые для реального сектора экономики, здесь уже выбор делается более осознанно, с прицелом на определенный вид деятельности, с прицелом на определенные предприятия. Потому как у нас уже они практически с первого курса уже выходят и на предприятие. Выпускники Сызранского губернского колледжа реализованы состоявшиеся люди. Люди, которые сделали свой выбор осознанно и тем самым получили ключ к большим перспективам. Я сделал правильный выбор. Просто у этого колледжа очень большая учебная база. Здесь очень хорошие преподаватели. Здесь учат не только таким теоретическим, но здесь очень большая практическая база. Здесь установки, новые поректификации, мини-модули какие-то, насосные станции. Это все можно потрогать и ощутить своими руками просто. История колледжа начинается в 1921 году с высшего педагогического училища, созданного с целью ликвидации неграмотности и для всеобщего народного образования. С 2000 года у учебного заведения начинается совершенно новая жизнь, когда Сызранский губернский колледж объединяет пять учебных заведений – педагогическое, технологическое, техническое, строительное училище и филиал в селе Рамино. Итог появляется одной из первых интегрированных учебных заведений в стране и получает статус колледжа. Принцип образования через всю жизнь и тесное взаимодействие с потенциальными работодателями становится характерной его чертой. При этом каждый профиль, следуя за инновациями, сохраняет свою специфику и традиции. Социально-педагогический профиль Сызранского губернского колледжа готовит преподавателей начальных классов, педагогов дошкольного образования, педагогов дополнительного образования и специалистов для социальной работы. Коллектив педагогов – все с первой и высшей профессиональной категории. Авторские программы, школы развития педагогов, творческие площадки, научные общества позволяют разрабатывать и применять уже на практике инновационные методики. Таким в свое время стал и успешно работает уже 20 лет проект дошкольно-воспитательной программы «Гармония» на базе колледжа, где занятия по авторским методикам ведут квалифицированные педагоги, а студенты проходят практику. На сегодняшний день инновационным направлением, конечно, является реализация федеральных государственных стандартов третьего поколения, то есть новых стандартов. Это фактически полное изменение содержания подготовки, это иные технологии, связанные с модульной организацией образовательного процесса и учебной деятельности. И, конечно, это совершенно иная оценка подготовленности наших выпускников к работе в области образования. Студенты строительного профиля – это прежде всего автомеханики, досконально знающие системы двигателя любого транспортного средства. Эта профессия сейчас требует новых подходов в работе и, соответственно, в обучении. Студенты практикуются в полностью оборудованных мастерских на максимально реальных макетах и диагностическом оборудовании. Сейчас у нас немножко направление изменилось. Если раньше мы готовили простых автомехаников, которые приходили, как говорится, гайки крутили, то сейчас уже на производство мы должны выпускать людей, которые должны организовать это производство, то есть техники. Мы идем на производство, нас, в общем-то, принимают. Сейчас у меня вот две группы ушло на практику. Нет, у нас не было, нет таких проблем, что мы кого-то не устроили. Технологический профиль – это специальности, связанные в первую очередь с металлообработкой. Технология машиностроения и сварочное производство. За последние годы эти специальности также существенно шагнули вперед. Современные сварщики и фрезеровщики – это люди, которые умеют управлять процессом, работающие на современном компьютеризированном оборудовании. Понравилась специальность – обработка металла. Узнал, ну, интересно, как, ну, как интересно отработать со станками ЧПУ. То есть изучил программу, довольно-таки все нравится, все устраивает. Планируем дальше работать по профессии. Эти тренажеры, они, естественно, работают в компьютерном режиме и позволяют моделировать технологические процессы, как по специальности технологии машиностроения, так и сварочное производство. Это обеспечивает и подбор параметров, и выбор инструмента, и, соответственно, проектирование технологического процесса, так сказать, в безоходном производстве. Эти технические новинки, они дают возможности детям нашим, нашим студентам, очень свободно вступить в это реальное производство. Технический профиль готовит работников нефтеперерабатывающей промышленности – от операторов нефтепереработки до лаборантов-экологов. За последние годы профиль существенно продвинулся. В этом особенно помогла победа в 2009 году в национальном проекте образования. Выигранный грант позволил полностью обновить материально-техническую базу профиля. У нас были созданы новые лаборатории направления нефтехимической отрасли, которые позволяют учащимся на практике очень ярко и четко себе составить представление о рабочем процессе, о процессе именно производства, о реальном предприятии. И данные лаборатории были созданы, скажем так, с учетом требований современного производства, с учетом требований нашего основного работодателя, Созеринского нефтеперерабатывающего завода. Вопускники колледжа довольно-таки востребованы и ценятся кадровой политикой Созеринского НПЗ. Довольно большое количество выпускников сейчас работает на Созеринском НПЗ и на Куйбышевском и Новокуйбышевском заводах. Насколько мы знаем, большой процент учащихся, которые в свое время заканчивали губернский колледж, сейчас работают на предприятиях нефтехимической отрасли. Созеринский губернский колледж тесно взаимодействует не только с работодателями, но и с общеобразовательными школами. И основная работа заключается в том, чтобы изменить представление школьников о среднеспециальном образовании, которое уже давно по уровню подготовки, условия работы и перспектив карьерного роста ничуть не уступает высшему. Мы даже не ожидали такой востребенности этих учебных курсов у обучающихся. Дети с огромным интересом, как оказалось, моделировали конкретные детали на 3D-станках, проходили тренировки на сварочных тренажерах, наблюдали за работой токарных и фрезерных станков нового поколения на реальном производстве. Возможность ребенка попробовать себя в различных сферах профессиональной деятельности развивает его общую компетентность, формирует у детей информационную, мотивационную и практическую готовность к выбору образования и выбору перспективной и, я считаю, востребованной профессии. Мы моделировали детали на фрезерных станках, варили швы на сварочных тренажерах. Учиться здесь интересно. Для любого из нас в жизни пригодится знание токарного и сварочного производства. Это чисто мужские профессии, они всегда востребованы. Понравились профессии? Хочу теперь сюда поступать. Посмотрев материально-техническую базу, более вообще осознав, чем они будут заниматься, вот это, конечно, помогает нам, в частности, нам, ориентировать детей. Чтобы они уже со школы были смотивированы на какой-то тот или иной род деятельности. Я считаю, что, ну, зачастую дети ошибаются в выборе профессии только из-за того, что у них нет этой мотивации еще со школы. Конечно, это должно начинаться гораздо раньше. Упор на практику, постоянная включенность в инновационные проекты и активное внедрение новейших технологий и методик помогает Сызранскому губернанскому колледжу непрерывно идти в ногу со временем. На сегодняшний момент колледж продолжает развиваться. Мы постоянно ищем новые востребованные специальности, профессии, потому как мы ежегодно практически одну новую специальность вводим. Колледж будет развиваться, развиваться по разным направлениям. Я имею в виду сейчас и спектр специальностей, я имею в виду сейчас и различные воспитательные и социальные программы. А принцип образования через всю жизнь позволяет колледжу давать своим студентам образование и специальности, которые не просто стопроцентно востребованы на рынке труда, но и необходимы в повседневной жизни. Поэтому студенты и выпускники Сызранского губернанского колледжа – люди уверенные в завтрашнем дне. Редактор субтитров А.Семкин